Итак, салют физтехумы. Я вернулся с небольшого отпуска и увидел, что жизнь покипит. Жизнь продолжается. И даже в летнее время молодых школьников и студентов подвергают страшнейшим испытаниям, дополнительным вступительным экзаменам в МГУ. Что я скажу по уровню сложности нынешних вступительных испытаний? В принципе, я посмотрел на задачи и уже примерно все понял. Какие-то сомнения возникли лишь во второй задаче, потому что я не заметил одного факта. Мы об этом поговорим чуть позже. Мы обсуждали это в нашем чатике. Давайте, собственно, разберемся, как это нужно было решать. ДВИ уже закончилось, поэтому, наверное, я никого не обижу. Это видео выйдет чуть позже. Поэтому мы не будем спешить, но по горячим следам, что называется, пройдемся. Итак, вы можете на своих экранах видеть задачу. Разумеется, первое, что необходимо было сделать, это нарисовать рисунок и, может быть, написать какое-то небольшое обоснование. Примечательно, что эта задача была разобрана на моем курсе ЕГЭ, который завершился в мае. И вот там вот, ну, в принципе, я ее взял из учебника по подготовке к ДВИ МГУ. Она была в 2018 году в ДВИ. То есть, если вы просматривали варианты прошлого года, вы могли ее просто заметить и решить точно так же. Ну, давайте с вами начнем разбираться. Значит, что касается обоснования, ну, пожалуй, стоит написать, да, что мы находимся в инерциальной системе отчета, что нам не важны размеры тел, это материальные точки, ну и что нити невесомы и нерастяжины. Если вы этого не написали, наверное, ничего критичного нет, но немного баллов с вас все-таки могут снять. Ну, там, парочку. На ЕГЭ же было бы необходимо писать, потому что там один балл дают именно за обоснование. Первичный, конечно же. Третья нить. Вот именно так здесь расставлены силы. Я просто взял рисуночек, не стал этого делать сам. И сейчас мы разберемся по ходу. Конечно же, здесь силы натяжения нити с той и с другой стороны первого блока одинаковы. И обратите внимание, куда направлена сила трения. Она направлена вверх. Хотя по факту не сказано в задаче, куда движутся блоки. Вы могли ее направить вниз. Но в таком случае, когда вы расписывали бы уравнение, вы бы увидели, что не сходится по знакам, и все бы исправили. Обычно это именно так и работает. В задачах, где много блоков, связей и так далее. Но, конечно, вы бы потратили на это какое-то количество времени. Чтобы этого не делать, нужно применить элементарную логику. Ну, во-первых, слева у нас брусочек потяжелее, наклон побольше. Поэтому логично было бы предположить, что движется-то это все дело как раз-таки получается в левую сторону. Ну, а раз ускорение первого бруска, давайте я напишу А1, предположительно направлено в левую сторону, то сила трения, конечно же, против движения. Запишем второй закон Ньютона для первого бруска. Значит, первый брусок. В проекции на ось, ну, скажем, вот это будет ось Х, а вот это будет ось У. В проекции на ось ОХ у нас здесь действует сила Н1, а также какая-то часть, то есть проекция силы М1Ж. Чтобы найти эту проекцию, вам нужно мысленно нарисовать линию движения бруска, да, то есть куда он будет двигаться, и понять, что вот этот угол альфа, как соответственно, ведь это прямая параллельно наклонной плоскости. Дальше. Если мы проведем здесь перпендикуляр, то есть у нас же должна быть гипотенузой, то есть длина нашего вектора должна быть по факту гипотенузой в треугольнике, поэтому здесь мы проводим перпендикуляр и понимаем, что вот есть подобные треугольники, большой прямоугольный и вот этот красенький маленький. Ну и вот этот угол общий, а угол альфа будет вот здесь. Давайте я некоторые нагромождения сотру и просто напишу, что угол альфа – это угол между перпендикуляром к наклонной плоскости, как вы видите, и, соответственно, вектором МЖ. Вот потому-то в проекции на ось ОХ у нас будет минус МЖ, значит, катер прилежащий, значит, косинус, конечно же. Значит, минус М1Ж, косинус альфа. Ну и также сила трения. Так, сила трения – это уже в проекции на ось ОУ. Это равно нулю, значит, Н1 равно М1Ж косинус альфа. Отсюда же, ну, не буду уже рассказывать в очередной раз про закон Кулона-Амонтона, что сила трения – это мю на Н или, в данном случае, мю М1Ж косинус альфа. Ну а в проекции на ось ОУ мы можем заметить следующее. Итак, здесь, значит, вниз действует опять-таки сила М1Ж, и это будет М1Ж синус альфа. То есть здесь М1Ж синус альфа. Минус сила натяжения нити. А, ОУ у меня в другую сторону направлен, да? Значит, минус М1Ж синус альфа и плюс натяжения нити. У нас вот туда ось ОУ направлена. И сила трения действует также вверх, по нашему предположению. То есть плюс сила трения, сразу напишу, мю М1Ж косинус альфа. Равно это все М1А1 – ускорение первого бруска. Это будет первое уравнение в нашей системе. Как я уже говорил, как всегда учил наших орлов, что нам необходимо составить систему уравнений в таких задачах и следить за количеством неизвестных. То есть если у неизвестных больше, чем уравнений, то значит вы чего-то недоглядели. Можно еще что-то вытащить из рисунка или из ваших данных. Дальше. То же самое, в общем-то, второй закон Ньютона для второго бруска. Ну, здесь все совсем просто. В проекции на осью Х у нас здесь действуют только Т2 и МЖ синус бета по аналогичному сценарию. Это равно М2А2. Ну и М2Ж равно Н2, но это нам не понадобится, потому что здесь даже нет силы трения. Ну и дальше. Мы запишем второй закон Ньютона. Для чего бы вы думали? Для блока подвижного, то есть для вот этого. Как мы это сделаем? Ну, на него действует сила Т1 в одну сторону и две силы натяжения другой нити, то есть Т2, и с другой стороны тоже Т2. А это значит, что Т1 минус 2Т2 равняется масса блока на ускорение блока. Ускорение у него, конечно, будет. Понятно, что он двигается вместе с брусками. Но в условии написано, что блоки невесомы. Вы должны написать, что блок невесом, по условию. И поэтому масса его равна нулю. Отсюда Т1 равно 2Т2. Стандартная операция для невесомого блока. Ну и вот здесь мы видим, да, что уравнение у нас пока что 3. Не знаем мы Т1, не знаем Т2, не знаем А1 и не знаем А2. Поэтому, раз у нас 4 неизвестно, значит, мы чего-то не доглядели. Значит, нам нужно еще одно уравнение. А получить его можно при помощи кинематических связей. С помощью кинематических связей можно связать ускорение первого блока А1 и ускорение второго блока А2. Но как нам это сделать? Сначала нам нужно связать их перемещение. Для этого, ну, наверное, стоит взять какую-то точку отсчета, да. Для этого прекрасно подходит неподвижный блок. То есть координаты вот этой точки там условно, да, неподвижного блока. Ну, пусть это будет 0,0. Если я не ошибаюсь, я сюда направлял ось Х и вот сюда ось Y. Скажем так, пусть нижний груз переместится на расстояние дельта Х. Дельта Х. Теперь вот эта штука здесь. То есть перемещение первого груза это дельта Х. Ну, точнее, скорее, дельта Y, да. Дельта Y, потому что по оси Y он движется. Дальше. Рассмотрим перемещение второго груза и как оно связано с перемещением первого. Первый груз движется вместе с блоком. Он связан невесомой нерастяжимой нитью. Длина этой нити не меняется. L1 равно константа. С этой стороны длина нити увеличилась на дельта Х. На дельта Y. Значит, логично, что с этой стороны длина уменьшилась на дельта Y. То есть блок переместился на дельта Y наверх. То есть то же самое расстояние. Значит, равно S блока. А теперь давайте подумаем про вот эту систему. У нас есть блок, и на него подвешен груз. Вот эта нить закреплена, да. Я, наверное, даже картиночку не буду рисовать. Объясню на этой. Длина вот этой всей нити, синенькой, да, L2, она не меняется, потому что нить нерастяжима. То есть она не растягивается, не увеличивает свою длину. L2 тоже констант. А если блок переместился наверх, то вот этот кусочек, который сверху, увеличился на дельта Y. Но тогда насколько у нас уменьшился вот этот кусочек, который остался здесь? Ну, конечно же, на дельты Y. То есть теперь длина нижнего кусочка, давайте я после перемещения, длина нижнего кусочка, вот этого, это L1 минус дельта Y. А это значит, что груз поднялся по нити на дельта Y. Значит, груз поднялся по нити на дельта Y, и плюс он переместился вместе с блоком вот туда тоже на дельта Y. То есть как эта картина выглядит? Вот так было изначально. То есть вот этот блок висел, груз висел на блоке. Потом уменьшилась длина нити вот на дельта Y. То есть груз переместился на дельта Y вверх. Но мы же с вами помним, что еще и блок переместился на дельта Y вверх. То есть картина будет следующая. Еще дельта Y. Значит, перемещение второго груза это дельта Y плюс дельта Y и равняется 2 дельта Y. И дальше мы связываем перемещение первого груза и перемещение второго груза. То есть 2S1 равно S2. Очевидно. Как нам выйти к ускорениям? Ну, конечно же, продифференцировать обе части по времени. Вот так вот я запишу. А потом сделать это еще раз. Понятно, что после первого дифференцирования у нас будет производная пути. То есть будет скорость 2V1 равно V2. А после второй аналогичной операции мы получим связь ускорений. И это станет нашим с вами четвертым уравнением. Итак, что в итоге мы с вами получили? Четыре уравнения среди которых четыре неизвестных. Т1, Т2, А1, А2. Разумеется, оно достаточно просто решается. То есть вы должны методом подстановки вместо Т1 подставить сюда 2Т2, вместо А2 2А1 и решить систему из двух уравнений. Но я думаю, что зацикливаться мы на этом не будем. Получается, что первое ускорение равняется... Давайте я сразу запишу, что должно получиться. У вас было М1 синус альфа минус 2М2 синус бета минус мю М1 косинус бета то есть минус сила трения мю М1 косинус бета и все это необходимо поделить на М1 плюс 4М2. Вот. Если посчитать, это будет примерно 0,22 метра в секунду в квадрате. Задача известная, ничего сложного в ней нет. Надеюсь, что справились все и не ошиблись в расчетах. Продолжим. Давайте так, для тех, кто совсем ничего не понял, что делать в этой задаче, я нарисую картиночку и я напишу, что здесь есть влажный воздух. Влажный воздух. Влажный воздух состоит из водяного пара, я его буду называть ВП, и сухого воздуха. Что такое сухой воздух? Ну, это воздух без какого-либо, ну, то есть, без воды. Сухая часть влажного воздуха. Вот капельки воды, водяной пар, и сухой воздух. Значит, сухой воздух. водяной пар и сухой воздух находятся в одном сосуде. А значит, давление влажного воздуха это просто сумма парциальных давлений водяного пара и сухого воздуха. Что такое сумма парциальных давлений? Ну, многие из вас знают, да, нам нужно просто в уравнении Менделеева-Клаперона, когда будем выражать давление, брать полный объем сосуда. То есть, газ занимает целый объем сосуда, поэтому вот мы пишем именно так, да. И в начале было давление в одну атмосферу. Нам становится известно, что плотность сухого воздуха в начале превышает плотность водяного пара в три раза. То есть, рост сухого один это три ро водяного пара также в первом случае. И давайте посмотрим, как давление связано с плотностью. Я думаю, что несложно будет вывести. Значит, П сухого один. Это уравнение Менделеева-Клаперона, я не буду уже писать, да, это М поделить на В один умножить на мю РТ. Ну, то есть, масса на малярное РТ поделить на В. Если мы вот это соберем вместе, то получим плотность. То есть, это ро сухого, в первом случае, РТ на малярную массу сухого воздуха. То же самое будет для водяного пара. То есть, ро водяного пара РТ на мю нулевое. И вот из-за того, что я забыл, что у нас находится водяной пар, и малярная масса водяного пара вообще-то другая, она такая же, как у воды, я подумал, что давление сухого воздуха просто в три раза больше, чем давление водяного пара. Однако, это не так. То есть, я быстро мы там сориентировались. Вот я надеюсь, что вы тоже на экзамене быстро сориентировались. Ну, здесь, в принципе, нужно просто одно выразить через другое. Некоторые математические такие логические операции нам необходимо вместо ро сухого один подставить три ро водяного пара на мю и вот вместо и поделить буквально одно на другое. То есть, вот это уравнение поделить на то, что внизу. Тогда у вас получится отношение п сухого один к п влажного пара один водяного пара один. Это три мю нулевое поделить на мю. Если подставить значение мю 18 и 29, то у вас будет 3 умножить на 18 поделить на 29, то есть 54 29. Ну и получается, что давление сухого воздуха в первом случае это 54 29 давление влажного пара в первом случае. подставим самое первое уравнение в эту сумму парциальных давлений. Получаем, что п влажного пара один плюс п сухого, то есть п 54 на 29 на п влажного пара один равняется одной атмосфере. Выражаем отсюда неизвестную нашу единственную п водяного пара 29 29 плюс 54 29 это 83 29 поэтому п водяного пара это 29 83 от одной атмосферы. Такое было в начале давления у водяного пара. давление сухого воздуха 1 также будет полезно выразить это конечно 54 83 атмосфера. То есть просто это же 54 29 от давления водяного пара 1. И теперь рассмотрим что произойдет если газ сжали в 4 раза. Ну понятно что для каждого из для каждой из этих величин необходимо записать уравнение Менделеева Клопейрона в первом и во втором случае а потом сравнить. Мы уже писали да вот п водяного пара 1 только теперь я пожалуй запишу это как ню рт процесс у нас изотермический то есть температура не меняется и в принципе вот это все констант ну ню водяного пара конечно же потому что он не вытекает и температура не меняется и температура ну вот остается я через градусы Цельсию выражу как в данном она 100 градусов Цельсия это постоянное тоже в этой задаче все удобно ну и поделить на V1 ну а P водяного пара во втором случае это ню водяного пара ну в общем-то тоже ню VPRT то есть эта же величина постоянная но поделить на V1 четвертых то есть объем же уменьшили в 4 раза еще раз подчеркиваю что вот это полный объем сосуда полный объем мы должны сюда подставить потому что давление мы берем парциальное то есть как будто газ занимает полный объем полный объем уменьшился в 4 раза значит вот это вот будет 4 4 вот этих величины то есть 4 P VP1 но если мы подставим 4 умноженное на 29 83 то получится очевидно больше единицы больше одной атмосферы а такого быть не может по какой причине потому что температура остается постоянной давление водяного пара давление насыщенного пара зависит только от температуры а температура постоянная и P водяного пара максимальная при температуре в 100 градусов цельсия это как раз таки P насыщенного пара при данной температуре и это одна атмосфера то есть 10 в 5 паскале это достаточно известный факт понятно что если вы почему-то этого не знали из школьной программы то эту задачу вы решили неверно но я думаю что учитывая как была популярна влажность последние годы все вот эти вещи знают значит это максимальное давление то есть пар будет насыщенным и вот этот факт вообще говоря это неверно да то есть неверно на самом деле pvp2 ну раз уж оно больше оно получилось давление во столько раз увеличилось то pvp2 будет просто максимальный да то есть одна атмосфера но давление то у нас получается больше чем одна атмосфера а как же так получилось а потому что часть пара сконденсировалась и вот давление водяного пара который остался это одна атмосфера ну а мы понимаем что p2 это опять-таки p сухого 2 плюс p водяного пара 2 и вместо вот как раз сухим воздухом у нас все в порядке сухим воздухом у нас все в порядке мы понимаем что значит p сухого 2 p сухого 2 это 4 p сухого 1 потому что объем в 4 раза уменьшился 4p сух 1 и плюс p водяного пара 2 а это как раз таки одна атмосфера ну и когда мы там умножаем все это дело на 4 получается 216 83 плюс 1 220 так 299 83 атмосфера вот такой будет ответ то есть вот такое у нас давление водяного пара ну не водяного пара влажного воздуха переходим с вами к третьей задаче здесь необходимо было знать закон сохранения заряда чтобы теорию написать и что закон сформулировать закон кулона ну что называется дерзайте те кто отучился в школе 11 лет итак итак у нас два грузика два две бусинки с положительным зарядом но вот эта бусинка правая неподвижна давайте так пусть вот это будет точка а начальное положение вот это точка б вечное положение второй бусинки нам необходимо узнать какое будет давление на поверхность стержня когда вторая когда вот эта бусинка которая была в точке а перелетит в точку д то есть вот нам необходимо узнать какое давление будет здесь ну конечно же нам с вами необходимо понимать все силы которые действуют в этой в этом положении на бусинку тогда мы и поймем какое давление она оказывает давайте я начну решать логически последовательно то есть мы хотим узнать давление на поверхность в точке д ну логично что мы запишем второй закон ньютонов в точке д то есть вот она бусинка вот вторая бусинка на нее действуют какие силы ну конечно мж нам это на массу бусинки да мж конечно же сила кулона действует в эту сторону почему в эту сторону потому что написано что положительный заряд у у нее и положительный заряд у неподвижной бусинки то есть они будут отталкиваться сила кулона действует сюда но противодействует им соответственно сила реакции опоры вот здесь она движется конечно с какой-то скоростью и сюда же наверх направлено центростремительное ускорение центростремительное ускорение давайте запишем второй закон Ньютона здесь в проекции на ось вертикальную да то есть ось у только не ОА просто вот давайте ось у у нас просто О у нас это точка середина середина окружности центр окружности значит давайте посмотрим Н минус МЖ минус сила кулона ну и равно это конечно же массивное центростремительное ускорение вот ну или же МВ квадрат на Р формулу центростремительного ускорения вспоминаем да МВ квадрат на Р то есть на радиус вот этого на радиус кривизны вот этого стержня итак и теперь будем разбираться чего нам с вами не хватает ну во первых конечно же нас интересует больше всего Н сила реакции опоры потому потому что по третьему закону Ньютона сила реакции опоры то есть сила с которой стержень действует на бусинку это та же сила с которой бусинка действует на стержень только направлена она противоположна поэтому если мы найдем Н найдем и П в данном случае из этого уравнения Н у нас равно то есть мы его будем в конце концов выражать Н у нас равно так подключись МВ квадратное Р МВ квадратное Р плюс МЖ еще сила кулона тоже переносим в правую часть будет плюс сила кулона а вот давайте кстати подумаем какая у нас здесь сила кулона то есть сила взаимодействия между двумя зарядами это к q один заряд q второй тоже q поэтому q квадрат на расстояние между ними а расстояние между ними если верить рисунку в условии равно h потому что вторая бусинка небольшая тоже находится на расстоянии h вот давайте это заметим то есть h это у нас r на 5 то есть вот этот кусочек это r на 5 ну получается на расстоянии r на 5 в квадрате то есть r квадрате поделить на 5 в квадрате ну что ж такое что меня так подводит r квадрате поделить на 5 в квадрате то есть 25 перенесется в знаменатель будет 25 вот такова у нас сила кулона поэтому сюда мы запишем сразу 25 kq квадрат на r квадрат пока так значит это будет наше первое уравнение давайте подумаем чего нам в принципе здесь не хватает у нас есть и k k я напомню это значит единица на 4 пи эпсилон нулевое а эпсилон нулевое это диэлектрическое постоянное значение его вам здесь не нужно потому что у вас все выражения буквенные и если так взглянуть то в принципе кроме скорости которая которая имеет бусинка вот здесь да нам известно все но скорость нам нужно найти как-то по-другому тем более здесь не просто скорость а в mv квадрате и это наводит нам мысль что хорошо бы понять кинетическую энергию этой бусинки вот в точке d а чтобы узнать какая кинетическая энергия бусинки в точке d мы должны просто написать уравнение для энергии давайте запишем закон сохранения энергии то есть для начала мы запишем полную энергию в точке а значит скорость нулевая то есть кинетической здесь нет кинетической энергии но есть некоторая потенциальная потенциальную энергию мы наверное вы догадались что будем отсчитывать от этого уровня чтобы во втором случае не было потенциальная энергия есть это е потенциальная и плюс электрическая энергия то есть энергия от взаимодействия кулоновского взаимодействия энергия кулоновского взаимодействия то есть грубо говоря потенциал он здесь будет ну вы помните Это KQ1 умножить на Q2 поделить на R. То есть здесь это будет KQ в квадрате поделить на расстояние AB. И вот мы упираемся опять в непоняточки. Расстояние AB нам неизвестно вообще-то, его надо найти. Но сделать это довольно-таки нетрудно, потому что из треугольника, вот если рассмотреть, давайте я напишу, что мы рассматриваем треугольник ОАБ. Если рассмотреть треугольник ОАБ, то ОА это гипотенуза же, и это R. ОБ это тоже, в принципе, ОД, это тоже почти R, только без R на 5. То есть ОБ это 4 пятых R. Мы от радиуса отнимаем вот это расстояние. Получается 4 пятых R. Ну и здесь, что называется, пифагорова тройка, пифагоровые штаны. С помощью пифагоровой теоремы мы находим расстояние AB. Значит, понимаем, что расстояние AB это 3 пятых R. Значит, в связи с этим энергия электрическая будет 5КQ в квадрате. Сразу подставлю 3R, а здесь пятерочка. Супер. Потенциальная энергия MGH, то есть MGR на 5. Значит, потенциальная энергия будет MGR делить на 5. И электрическая вот такая. Значит, на 3R нужно поделить. А теперь посмотрим, какая энергия у бусинки 1 в точке D. ED. У нас уже потенциальный нет. У нас есть кинетическая и электрическая. Ну, электрическая это опять-таки, грубо говоря, сила кулона умноженная на расстояние. То есть здесь было КQ в квадрате поделить на R на 5 в квадрате, а здесь просто на R на 5. То есть электрическая энергия, V электрическая в точке D, расстояние между бусинками R на 5, соответственно, 5КQ в квадрате поделить на R. Ничего сложного. Ну, и кинетическая энергия MV в квадрате, я думаю, все это понимают. То есть 5КQ в квадрате делить на R, да еще кинетическое MV в квадрате на R. Ну, и теперь мы с вами пишем закон сохранения энергии, то есть приравниваем энергию в точке A к энергии в точке D. Отсюда можно, понятно, выразить квадрат скорости. Ну, я бы, наверное, сразу MV в квадрат выражал, учитывая, что у нас здесь уравнение 1. Просто для удобства. То есть, чтобы не делать лишнюю работу, я выражу MV в квадрат и получу следующее. Я получу 2,5 МЖР, 2,5 МЖР минус 23. Значит, внизу R, вверху КQ квадрат. Ну, здесь 15, да, это переносится, получается, минус 10, умножаем на 2, минус 20. Я думаю, ни у кого вопросов не вызовет. И дальше представляем, что это мы должны все поделить на R. То есть, здесь R сократится, а здесь U квадратится. И мы просто выражаем отсюда N. Да? N равняется 2,5 МЖ. Из первого уравнения. МЖ минус 20 как Ю квадрат. Как Ю квадрат. На 3R квадрат. На 3R квадрат. Плюс 25 как Ю квадрат. На R квадрат. Сразу напишу здесь 75, а здесь 3. И в конце концов... А, ну все. А, и плюс МЖ. Не забываем про МЖ. Да? Плюс МЖ. Ну и здесь ничего сложного. Приводим подобные слагаемые. Получаем 7,5 МЖ плюс 75 до минус 20. 55 Ка-Кю квадрат на 3R квадрат. И это будет наш с вами ответ. Ну, то есть, силу реакции на опору нашли, а значит, силу давления нашли тоже. Я надеюсь, все, кто писал, хорошо справились с этим экзаменом. Те, кому еще предстоит это делать в следующем году, вот вам, собственно, для подготовки лишний образец. На самом деле, это очень классная практика для подготовки к МГУ, ДВИ, смотреть варианты прошлых лет и особенно разборы. Потому что есть решения в официальных вариантах. Они есть задачи и есть решения, но они не всегда... Ну, там, могут быть такие фразы, как «Заметим что?», а вы этого не замечаете. Ну, если все-таки разбирается это преподавателем, человеком, то воспринимать гораздо легче. Скоро у нас все начнется, скоро начнется учебный год. У нас также будет курс к подготовке к перечневым олимпиадам. Поэтому желаю вам ударной работы. Желаю в следующем году дорогим десятиклассникам упорства и успехов. Продолжение следует...